ребятишки всем привет давно ничего не снимали для вас сегодня новый влог и сегодня мы закупаемся продуктами сегодня продуктовая корзина для межсезонья я расскажу что я ем остановлюсь на определенных позициях почему я выбираю именно эти продукты снимаем мы санкт-петербурге магазин ok ну что же поехали так ну что самое главное кетчуп кетчуп это жизнь и сегодня он по распродаже поэтому бутылочку обязательно захватим к сожалению у нас в россии сложно найти какой-либо кетчуп для диеты когда вы готовитесь к соревнованиям какому кетчуп без сахара что-то типа того но мы обязательно снимем еще одно видео когда у меня уже будет подготовка и я вам подхожу там несколько вариантов соусов низкокалорийных там где мало сахара который в целом можно использовать но пока что у меня межсезонье и я выбираю вот этот продукт и честно говоря без кетчупа вообще жить не могу сейчас у меня в диете в принципе как и на подготовке идут куриные яйца обычно им ем их на завтрак в количестве пяти штук и на подготовке обычно мы это количество не снижаем бывает я делаю какие-то панкейки блинчики где использую то же самое количество ну как-то немножко для разнообразия вот но в целом в 95 наверно процентов случаев на завтрак у меня всегда куриные яйца так сейчас возьмем немного овощей обычном межсезонье это стандартный набор я не ем брокколи там какую-то цветную капусту заморозки и прочее я этого конкретно переел на сушке на свою последней подготовке у меня уже под конец аж поплохело поэтому я отодвигаю вот я знаю что это будет в моем рационе но пока что я отодвигаю это вот такие подойдут еще один источник углеводов это белый картофель я предпочитаю именно его возьму немного яблок на самом деле у меня на яблоки аллергия на все кроме зеленых то есть вот желтые красные вообще есть не могу ты для себя недавно обнаружил еще одну вещь я всегда яблоки чищу от кожуры и тогда я вообще у меня не возникает никаких проблем если я яблоки ем с кожурой то чаще всего возникает сдутие в желудке неприятное ощущение поэтому если вы за собой замечали такое попробуйте просто очищать яблоки от кожуры это чисто десерт один-два бананчика в день всегда съедаю покупаю такие прям свежие свежие немножко зеленцой даже но мне чисто больше нравится вот они на вкус чем нежели такие вот прям уже желтые совсем в моем рационе присутствует различные виды мяса красное мясо но обязательно стараюсь всего есть практически каждый день вот плюс курица или индейка и очень часто я покупаю говядину в виде фарша то позволяет мне легче и усвоить как говорил ронни коллман good old chicken старый добрый цыпленок куда без него возьму пару упаковок также фарш индейки ну тоже соответственно как и говорил уже про говядину я предпочитаю уже есть мясо более переработанном виде либо я просто обжариваю фарш чаще я просто обжариваю фарш с каким-либо соусом либо приправами нежели делаю какие-то котлеты то есть но это очень легко и просто буквально там 10 минут приготовления и порция на несколько дней готова вот поэтому индейку я возьму тоже в виде фарша в межсезонье в принципе каждый день есть какой-то читмилк один из самых лучших десертов я считаю это мороженое вот то что на самом деле она не такое калорийное как например какие-нибудь там не знаю булочки с жирным кремом да в принципе можно всегда подобрать состав вот конечно наш российский рынок не блещет каким-то большим выбором вкусного мороженого вот но все равно можно что-нибудь себе подсмотреть в принципе когда выбирая мороженое стараюсь иногда смотреть на состав то более-менее там по крайней мере не было каких-то растительных жиров либо там цельное молоко сгущенное молоко там сливочное масло вот что-то такое без растительных жиров и пожалуй возьму сегодня вот такой вариант ванильная с черной смородины возьму немного замороженных ягод больше я предпочитаю вишню но это чисто моё такое вкусовое предпочтение добавляя ее с утра в овсянку если у меня с утра овсянка они панкейки то это овсянка обязательно с ягодами есть еще такая фишка то что когда добавляешь замороженные ягоды в кашу она быстрее остывает а с утра как правило времени нет надо быстро 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 готовится собрать и замороженные ягоды ускоряют время приготовления можно форель ну чтоб жабры про за розовый и были делать да 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 ребят при выборе рыбы обращайте внимание на жабры они должны быть хорошего такого розового цвета это значит рыба свежая обычно у меня вечерний прием это протеин с овсянкой но иногда овсянку я заменяю на мюсли так чисто в охотку что-то такого вот поесть быстро просто удобно в принципе вкусно протеин иногда могу заменить греческим йогуртом то есть греческий йогурт с арахисовой пастой и с мюслями прям залетают на ура возьму пару упаковок сегодня нам повезло и и сегодня здесь есть мой любимый рис жасмин и он по распродаже довольно таки неплохая цена для нынешнего времени вот поэтому его и возьмем у меня дома еще есть запасики но лишним не будет на самом деле какой-то момент я жасмина перешел на круглозерный рис или краснодарский подсмотрел короче эту тему у американских профессионалов то есть там ребята либо едят жасмин там басмать бывает вот либо едят так и написано суши райс типа рис для суши и на самом деле рис для суши это по большому счету просто круглозерный или краснодарский рис я какой-то момент перешел на него он довольно таки тоже легко поесться легко усваивается ну и по цене чуть подешевле я не ем бурый рис я не ем дикий рис я не ем в этом красный рис и прочее во первых очень сложно для усвоения да какие-то полезные вещества там есть но на самом деле рис я ем не для того чтобы получить какие-то витамины поэтому мой выбор это обычный белый рис либо жасмин либо как я уже сказал круглозерный отдельно хотел бы сказать по поводу гречки я не очень люблю ну чисто по вкусовым каким-то соображениям бывает в охотку хочется поесть там с молочком чем такое но я на самом деле не считаю что этот вид углеводов имеет какие-то преимущества там по сравнению с картофелем или рисом да конечно в нем есть определенные составе определенные витамины минералы да то есть какая-то польза свою пользу он несет то что у вас на гречке будет жиры сжигаться быстрее чем на рисе это на самом деле не так поэтому гречи мы сегодня брать не будем на отдельно хотел сказать по поводу соусов то есть кетчуп я взял но на сушке обычно я использую чисто классика чисто шри рача это такая острая лютая но добавляешь что ее совсем чуть-чуть он придает очень такой пикантный вкус при этом лишних калорий особо ты не получаешь ну и соевый соус конечно кстати коль мы сюда подошли вот могу дать совет для ребят кто в межсезонье кто задолбался есть уже сухую эту грудку невозможно чтобы придать ей новый вкус новые краски нет товарищ посоветовал когда-то я беру вот такие штуки в отделе с тайской всякой фигней это вот соусы такие кисло-сладкие терияки там еще какие то есть они довольно таки калорийные в них достаточно много углеводов вот но в принципе на килограмм на килограмм мяса то здесь на 100 грамм идет 38 углеводов да достаточно много но в принципе если заправить таким пакетиком килограмм мяса там на порцию выйдет ну совсем немного и я думаю что в межсезонье можно себе это позволить поэтому возьму парочку таких еще соусов чтобы зафигачить с ним курицу чтобы она была вкусной сочный и можно было есть очень долго манная крупа в детстве не очень любил потому что она очень часто была с комочками но сейчас я готовлю сам и готовлю без комочков поэтому манная крупа это вообще очень хороший источник углеводов повторюсь как из как и рис очень хорошо усваивается она довольно таки пустая в ней нет каких-то там витаминов минералов но так как я постоянно принимаю витамины минеральный комплекс в принципе мне не настолько важно чтобы в ней что-то там содержалось таки экстраординарное манная крупа очень быстро готовится очень быстро усваивается на сушке ее можно очень хорошо разварить в большое количество чтобы наполнить что свой желудок ну и как альтернатива американскому cream of rice который у нас сложновато найти но в принципе он есть вот манная крупа кстати и и любит еще терренс рафин топ-2 олимпии по классик физик он частенько вот именно манную крупу если у вас нету аллергии на глютен а у вас скорее всего ее нет вот поэтому можете использовать еще и манку яблочный уксус использую уже пару лет принимаю с утра в количестве 2 чайных ложек хорошо улучшает пищеварение то есть он поддерживает кислотность в желудке кислотной желудке должна быть очень высокая то есть page должен быть низкий и соответственно если желудок это начальная до этап пищеварения если здесь все будет нормально той в дальнейшем проблем не будет когда пища будет уже проходить дальше в кишечник поэтому ребята если у вас нету противопоказаний каких-то язв гастритов и прочего вот советую вам можете попробовать это реально улучшит ваше пищеварение так подошли мы к овсяночки выбор довольно таки большой у нас сейчас на российском рынке но я предпочитаю именно вот такой марки почему когда-то я ее попробовал и может быть вы будете смеяться но реально по вкусу она вот чем-то отличается она мало того что отличается на по вкусу она лишь лично у меня по что у меня желудок очень чувствительный она лучше переваривается чем вот это вот фирма то есть отлично у меня это типа финны короче делают у нас в россии производят поэтому мне нравится вот именно этот вариант я выбираю помол самый сильный ну грубо говоря самый мелкий помол опять же повторюсь чтобы усваивалась все это дело хорошо но сейчас вам покажу обычно на сушке ну как обычно последнюю сушку я брал именно вот это это самые просто дешевые овсяные хлопья которые могут быть они стоят 18 рублей но их можно реально дофига разварить там получается целый целая кастрюля с порции можно их пожевать поэтому кто на диете те меня поймут при этом на самом деле по сравнению со всеми этими кашами вот это самое дешевое она у меня тоже очень хорошо усваивалась я ее специально варил единственное что она грязновато ее надо по промывать хорошенько вот несколько раз а так вот можете попробовать самую дешевую овсянку может он тоже зайдет и будете экономить покупать ее за 18 рублей они за 129 отдельно еще хотел сказать про макароны про пасту я не особо любитель также как и с гречкой то есть я могу когда-то когда мне захочется поесть макарон но так чтоб я был как бы любитель и фанат этого нет я честно говоря не вижу тоже разницы между макаронами и рисом но почему-то мучное именно макароны на сушке обычно исключают и профессионалы сша исключают и мы исключаем макароны хотя по большому счету при этом мы едим белый рис вот не знаю не знаю как бы в чем фишка не могу сказать но почему-то они всегда убираются на сушке но в принципе я их межсезонье не особо ем поэтому не страдаю от того что от нехватки макарон в моем рационе мне нравятся молочные продукты я частенько могу есть творог творог со сметаной посыпанный сахарочком это прям топ но на самом деле не так часто это позволяю сметана у нас присутствует всегда потому что цинишки цинишки в рационе она есть молоко также присутствует но чаще всего молоко в чистом виде я не пью куда-то в кофе добавить или когда я варю кашу я обычно использую молоко но это в межсезонье когда пойдет подготовку уже я варю каш только на воде либо на растительном молоке в межсезонье я добавляю молоко не варю 50 на 50 вместе с водой и так немножко повкуснее но в целом молоко как бы в рационе у меня не присутствует я не вижу в нем ничего плохого опять же если вы чувствуете какой-то дискомфорт вздутие или еще что-то вас заливает вы затекаете но хорошо не употребляйте молочку хотя на самом деле каких-то отеков и прочего в основном они возникают почему-то такого женщин не знаю почему видать особенность женского организма вот такая штука недавно у нас питере появилась то йогурт с сывороткой 20 грамм белка такой упаковочке довольно таки вкусный может рассказать полезный стоит правда так себе но в принципе по скидочке можно всегда зацепить две упаковки на один прием иногда могу себе позволить либо вместо протеина либо вместо греческого йогурта вот такую штуку беру также в моем рационе присутствует хлеб частенько беру ну вот именно такой тут типа какой-то встроенный рецепт но больше не из-за того что тут написано встроенный рецепт а потому что в нем нету дрожжей ничего не имею против дрожжей много различных исследований каких-то кто-то против кто-то говорит что это нормальная тема вот но как бы там ни было при потреблении без дрожжевого хлеба я лучше чувствую то у меня все в порядке с желудком и в порядке с пищеварением я съедаю обычно парочку кусочков с утра вместе с яичницей могу как раз маслица намазать сможет кусочек сырка положить либо без него вот но обычно вот пару кусочков вместе с яичницей арахисовой пастой намазать возможно то есть какие-то такие вариации ну что же друзья вот мы видим яркий пример импортозамещения многое здесь что не пробовал единственное могу сказать за колу черноголовки это не просто они мне не заплатили потому что реально вот что-то вообще не зашло как-то с колой мало чего общего имеет нам что нужно нам нужно cola zero вот неплохой вариант принципе чем-то похоже чем-то похоже немножко по другой вкус но в целом очень близко очень близко к классике вот поэтому возьму такую бутылочку ничего не вижу плохого в газировке если это в рамках каких-то норм то есть как я всегда говорю все хорошо в меру если литрами не отпиваться каждый день но то почему бы и нет если да поэтому бутылочку мы такую зацепим вышло около 6 тысяч ну общий человек 6 200 если вычесть там еще кое-что покупал для дома то есть примерно на 6000 рублей я купил продуктов но это на самом деле дня на 4 то есть это даже не на неделю ну что ж ребятки вот мы и закупились принципе это основа моего рациона сейчас до соревнований остается я пока еще не знаю сколько потому что календаря еще нет но я думаю что с нового года примерно скорее всего начнется уже диета и тогда мы снимем еще один выпуск уже с диетической корзиной хотя в принципе продукты практически те же самые только наверное в другом количестве конечно там уже не будет мороженого вот но как бы основа она всегда такая эти продукты мне есть комфортно я могу долго так что ребятки будем почаще снимать для вас выпуске подписывайтесь лайки ставьте комментарии там пишите вопросики обязательно отвечу вот и до новых встреч